...по всему миру. И не только авиакомпании. Мы все в итоге несем эти расходы, потому что мы тратим время, да, мы приезжаем заранее, у нас потери багажа из этого могут быть и так далее, и так далее. Вот в плане кибербезопасности, как вы думаете, кто-нибудь может быть, где проходит та граница между разумными затратами на безопасность? И когда мы перевариваем, что это все бессмысленно становится, что это слишком велико, это значит, не может замок быть больше самой двери, да? Вот что-то может кто-то сказать на нынче. То есть за город. Конечно, мы так не оцениваем, что потратить 100 рублей на 10 рублей, обязательно на безопасность в зонах потратить. Как правильно Андрей сказал, что мысль не в том, чтобы что-то построить, а потом сверху накрыть сантиметным тазом, да, и будет безопасно. Нет, это как раз устраивание и изначальное построение архитуры и информационных систем, которые не подвержены как человеческий механизм вирусу. Поэтому и сказать, я бы не взял на северном сказать, сколько мы там тратим, но я могу сказать, например, за предыдущий год бюджет информационного города в Москве на создание информационных систем, на связь и наблюдение стоят порядка 40 миллиардов. В прошлом году мы потратили где-то 500 миллионов на информационные запасы. Это помимо технологических, технических решений построения самих информационных систем, как сода, пронесенных, как каналы связи, это безопасность для нас не просто антивируса, поставим. Это действительно архитектура построения информационных систем, которые растут, активно растут сейчас. Поэтому просто на все это, там, кривозащиты или на антивирусы, ну, можно сказать, что, на какую безопасность потребуется у меня? А вообще бюджет информационного города в Москве 40 миллиардов, поэтому из этого, конечно же, тратим архитектуру поставить. Да, кстати, если вкладывать деньги в устойчивую архитектуру, эти деньги будут гораздо более эффективны с точки зрения информационной безопасности, чем средства, которые потом накладываются. Ну, то есть, устойчивость, ну, скажем так, профилактика, как мы там термином, она дешевле, чем потом местным тазом накрывается. В пределе ваши продукты не будут покупать, потому что все будут более-менее сточивать. Ну, мы сами над этим работаем. Конечно же, будут такие продукты покупать. Но это, наверное, основы строительства дома. Если построить дом без канализации, без подвода электричества и золоточки, потом... На сырок фундамент. На сырок фундамент. Да, все будет очень дорого вводить те удобства, которые мы с вами привыкли в данную квартиру. Нет, ничего не отличается. Вот это, наверное, самая важная мысль, которая так или иначе во всех выступлениях прослеживается. Вопрос в фундаменте, в вопрос в требованиях к системам, которые генерируют зарплаты сейчас. И если про стойкость говорить, ну, правильно Виталий сейчас только что сказал, что замок не должен быть больше, чем дверь. Понятно, что затраты на безопасность не должны быть больше, чем стоимость самого защищаемого объекта. Но при этом, если мы говорим о геометрической теме, по которой мы сейчас обсуждаем, смарт-секи, то это безопасность, вот эта безопасность, про которую мы говорим информационно, поскольку мы говорили, что это киберфизическая система, она включает в себя и безопасность людей, и экологию, и социологические, и социальные проблемы, как это. То есть вот здесь вот этот простой и понятный подход, безопасность не дороже, чем защищаемый объект, на мой взгляд, не очень работает, потому что мы должны учитывать такие вещи, которые в понятных, простых денежных вещах трудно выразить. Но все равно, как бы, не знаю, мы это там, как, в тех проектах, когда это можно выразить, гая, ну, 10% от стойкости проекта на безопасность, это разумная цифра, которая принимается владельцами, заказчиками объекта, которые принимают часто. Бывает больше, бывает меньше, но, ну, как средняя температура по больнице. Хорошо, спасибо большое. Мы в рамках утретменских пяти минут, поэтому давайте завершать. Большое спасибо тем, кто выступил.